Золотая медаль Золотая медаль Здравствуйте, Максим. Как вы думаете, те результаты, которые ребята показали в Бонус-Айресе, отражают ли они общую статистику наших кубанских спортсменов? То есть они остались на том же уровне? Были какие-то неожиданные выступления, которые не ожидали, что именно в такой дисциплине мы привезем, например, золото и получилось, что справились? Ну вообще, первые юношеские Олимпийские игры прошли в 2010 году. Там принимали участие двое кубанских спортсменов из Краснодарского края, которые принесли золото. Это гонбол и легкая атлетика. Сейчас мы видим, что уже 9 спортсменов представили Краснодарский край на этих юношеских Олимпийских играх. И достаточно неплохой результат. Да, отличный результат. Не скромничайте. Поэтому я думаю, что Краснодарский край всегда у нас поставляет, грубо говоря, скажем, спортсменов в сборную команду Российской Федерации. Их ежегодно более тысячи. Сейчас за 8 месяцев буквально их 1350. Я читал анализ. Получается, что каждый десятый спортсмен нашей сборной в этот раз был, это был человек как раз из Кубани. Серьезный такой набор. Конечно. У нас подготовка идет серьезная, поэтому спортсмены тоже достаточно серьезно выступают. Тем более виды спорта наши. В основном там летнего формата были. Да, конечно. Но у нас на зимних Олимпийских играх достаточно неплохие результаты, что свидетельства в 2014 году проведены в Сочи. Но сейчас разговор не о них, поэтому... Да, вот я тоже хочу Насте слово передать. Настя, такая замечательная, красивая девушка. Как занесло в бокс? Вот честно, давай, отвечай. Отбивался от хулиганов как-нибудь? Нет, вот все думают, что все-таки кто-то обижал, защищаться хотела. Нет. У меня семья спортсменов, у меня брат занимался спортом, отец занимался тоже, боксом занимались. И я как-то увидела медаль, говорю, ой, дай посмотреть. Хочу такую же. Говорит, надо быть сильной. Я говорю, я буду сильной, надо доказать, чтобы сильной. Ну, я докажу, что буду сильной. С какими сложностями приходится справляться, вот не столько на ринге, сколько вот в окружении? Или это просто такое представление общества, что на самом деле девушки сложно в спортзале? Ну, мне кажется, это уже, как говорят, прошлый век. Сейчас уже относятся совершенно нормально и окружение. И мало кто удивляется, что, ой, боксом занимаешься, ой, насколько тебе тяжело. Нет, уже мы сравнялись с парнями, да, почти что. Просто по хвалу слушают. Расскажи, пожалуйста, вот об играх, которые проходили в Бонус Айресе. Как воспринимали там? Вот ощущение какого-то давления, не знаю, может быть, после прошлого там допингового скандала или чего-то еще. Было какое-то вот, ощущал он ты на себе что-нибудь такое? Нет, вот ощущение, что нас с допингом, когда мучили, нет, это вот ситуация полностью отпустила. Было чувство ответственности, было еще чувство искренней такой радости, что мы под своим триколором выступаем. Это было очень приятно. Это было очень важно для спортсмена, да, защищать честь своей страны и иметь такую возможность, правильно, Максим? Конечно. Если говорить, вот, скажем так, об организации игр там, да, и о том, как ребята потом с каким чувством вернулись, вот кроме Настинова, ее слова дополнить, чем еще можете? Как ребята откомментировали это решение? Ну, я думаю, что им было приятно, их встречало достаточно большое количество людей в аэропорту. Это были знакомые, родственники, в том числе министерство, администрация. Поэтому я думаю, что у них остались хорошие впечатления. Если говорить вообще о базе поддержки, да, молодежного спорта, о развитии, о нем, вот о системе школ, олимпийского резерва, как она развивается у нас на Кубани? Ну, 1 января 2018 года у нас функционирует 270 спортивных учреждений. Это в том числе отрасль образования и физической культуры. И занимающихся там более 200 тысяч человек. Тренировочный процесс ведут более 5000 тренеров и тренеров-преподавателей. Поэтому достаточно серьезная подготовка, достаточно много людей, которые этим занимаются. Поэтому такие плоды мы потом пожимаем. Есть какие-то виды спорта, которые расширяете? То есть больше детей хочет туда ходить, например? Ну, это, конечно же, единоборство. То есть набирают популярность? Ну, конечно, да. Сейчас много единоборства. Бокс, самбо, дзюдо. А с чем это может быть связано, Максим? Популярность? Во-первых, это популярно. Во-вторых, это модно сейчас стало заниматься различным видом единоборств. И родители хотят отдать, чтобы были более крепкие дети, складывали впечатления. То есть, что если они могут быть сильными, значит, они могут защититься, значит, они могут защитить других. И поэтому они больше хотят в единоборство идти. Настя, не присматриваешься это еще каким-нибудь видом единоборств? Нет. Ну, а вдруг? Я верная к своему выбору. Ну, а что мешает тебе, кроме бокса, заниматься чем-то еще? Или вопрос времени, травм? Вопрос любви к своему спорту. Понятно. Скажи, пожалуйста, какие соперницы тебе попались в Аргентине? Может, какая-то запомнилась? Может, что-то переняли параллельно? Ну, я боксировала первый бой с Ирландской. Почему-то мои знакомые начали... С Макгрегором? Да, да. Провели первый, наверное, это. Сравнивать это с боем Макгрегора. Вот, удачно выступила, хорошо. Она себя нормально ввела? Она приняла победу твою? Да. В отличие от Макгрегора? В отличие от Макгрегора, да. Не провоцировала тебя дальше на продолжение? Нет, нет. У нас, вот, мои соперницы с уважением относятся и ко мне, и я к ним, и нас с уважением к другу. Вот. Второй бой я провела с казашкой, третий с француженкой. Вот. Это финальный, так понимаю, последний, да? Это был финальный бой, да, третий. У вас счет был 3-2, насколько я помню, да? Да. А расскажи более подробно, какие там интересные были моменты? В финальном бою? Ну, был достаточно. Легко было или психологически сложно все-таки оставался накал? И психологически, и физически было тяжело, потому что это все-таки финал. В финале встречаются двое сильнейших. Бой был сложный. Мы по бою исправлялись, ошибки там, меняли тактику, как бы. Ну, получилось все. Молодец. Спасибо тебе большое. А прямо сейчас с нами на связи Абрек Нагучев. Это серебряный призер юношеской Олимпиады. Абрек, здравствуйте. Спасибо большое, что смогли с нами пообщаться. Ну и, конечно, хочу вас поздравить с таким замечательным выступлением. Расскажите, сложно ли было в Аргентине выступать? Да, нет, не особо сложно. А почему вот именно выбрали дзюдо? Я знаю, что у вас интересная там история, у вас целая династия. Ну, выбрал дзюдо, потому что у меня отец тренировал, и с самого детства я уже занимаюсь этим видом спорта. Как поддерживали ваши родные вас? Ну, отец прилетел ко мне в Аргентину, а остальные смотрели, сидя дома. Как-нибудь позвонили, потом подбадривали вас? Ну, конечно. Что было самое сложное, Абрек, при выступлении в этот раз? Самое сложное, я даже не знаю. Ну, не знаю, акклиматизация, перелетели в другое полушарие, или наоборот, вы уже к этому привыкли, им никаких проблем не возникает. Может, соперники были какие-то очень интересные, что заставили вас изменить тактику какую-нибудь свою привычную? Да нет, я даже не знаю. Понятно. Ну, тогда желаем вам удачи на следующих соревнованиях. Я думаю, что они не за горами. Спасибо вам большое. Максим, в продолжении темы, вот у ребят будет возможность отдохнуть, которые сейчас вернулись? Либо все в обойме и постоянно-постоянно будут тренироваться, готовиться к следующему выступлению? Как правило, у большинства спортсменов в таком уровне отдыха практически нет. Да, ну, если спросить у Анастасии, я думаю, что... Сейчас спросим. Ну, некоторые спортсмены, Ремезов, Никита, допустим, Нагучев, Абрек, они уже, вот Никита уже выступает в сезоне 2018-2019 по баскетболу в первенстве в России. Абрек тоже так же поедет 7 ноября тоже на первенство в России. То есть, в принципе, у них времени для отдыха нет. Отдыха уже нет, да. Поспят в самолете. Ну, грубо говоря, да. Если говорить о той, скажем так, области работы Министерства, да, для молодых именно спортсменов, как вы их поддерживаете? Может быть, какие-то существуют программы интересные, методы реабилитации? Что они могут получить, защищая часть края? Ну, молодые спортсмены, естественно, поощряются. То есть, за призовые места им выделяются гранты, так скажем, да, премии. И они, выступая на соревнованиях достаточно крупного уровня, в основном это международные соревнования, они получают премии и дальше уже так же продолжают выступать, завоевывая медали. Настя, что у тебя впереди? Какая цель? Чего ты хочешь достичь в своей спортивной карьере? Ну, это, наверное, любой спортсмен, это взрослые, олимпийские игры. Золотая медаль? Конечно, да. Если говорить о том, кто является, не знаю, там, может быть, твоим, ну, не кумиром, если сказать, да, я знаю, что у тебя спортивная семья, у тебя все вокруг тебя кумиры. Если говорить, может быть, о каком-то женском образе, который у тебя стоит перед глазами, ты к кому стремишься? Есть ли такие люди? У меня нет кумира. Строишь себя сама? Да. Как относятся твои знакомые, может быть, подруги, которые не занимаются спортом, к твоему увлечению? Ну, вполне нормально, адекватно. Показываешь им приемчики какие-нибудь? Нет, но они просто очень хотят, да, чтобы я их научила. Настя, вот буквально скажи, вот, допустим, смотрят сейчас у нас девушки, да, или там мамы, папы, которые сомневаются, в какой спорт отдавать ребенку. Вот как правильно понять, что нужно ребенку? Допустим, даже если это будет там мальчик, который хочет заниматься танцами, там, фигурным катанием, или девочка, которая хочет заниматься, там, дзюдо и боксом. Как правильно принять выбор ребенка, что ли? Как правильно понять, что именно он хочет? Ну, что хочет, это отвезти его на несколько секций можно, где ему понравится, спросить его и... То есть самому попасть в эту ситуацию, да? Ну, да. Как часто бывает, Максим, что когда ребенок приходит в секцию, он там, допустим, не хочет? Или вопрос отказа, там, сомнения, да, он всегда присутствует? Нужно просто перебороть это чувство. Ну, вопрос сомнения, конечно, присутствует. Необходимо смотреть на ребенка, какой он подвижный, там, как он воспринимает вид спорта. Мы, как министерство, проводим множество мастер-классов, показательных выступлений, для того, чтобы мимо идущие люди просто даже на улице могли посмотреть, что это за вид спорта. Некоторые даже не представляют, что это за вид спорта. И ребенок говорит, я хочу, и он может, родитель может подойти к организатору и записаться в секцию. И дальше уже ребенок начинает заниматься более конкретно по конкретному виду спорта. С какого возраста вот вы бы советовали детям идти в спорт? Чтобы не разочароваться, но и чтобы не упустить золотое время? Ну, вообще есть стандарты подготовки, то есть разные виды спорта с разного возраста. Вот если мы берем единоборство. У единоборства там с 7 лет начинается это. Со школьного. Да, то есть, ну, в принципе, можно идти уже и заниматься. Но сколько у нас развита система бесплатных кружков, может быть, в школах или дополнительных секциях? Куда могут дети прийти на Кубань? Все муниципальные учреждения Краснодарского края, которые физкультурные, которые я назвал 270-х, они все бесплатные, туда может прийти любой желающий. Ну, единственное, что там возможен некий отбор, то есть спортсмен. По навыкам, да? Ну, да, по навыкам, то есть там минимальный. И спортсмен будущий сдает эти, так скажем, аттестации, то и идет и занимается дальше. Значит, кто тебя тренирует? Папа? Тренирует тебя кто? Тренирует. Меня раньше папа тренировал до 9 лет. И в 10 лет он меня, ну, в 9-10 лет он меня отвел к тренеру Сахной Алексею Петровичу, который до сих пор тренирую. Вот, и вот сейчас я у тренера. Я поняла тебя. Много у него девушек еще, кроме тебя? Ну, у него, когда я пришла, была еще одна девочка занималась. Вскоре там по своим обстоятельствам она ушла. Я какое-то время была одна. Сейчас в зале еще одна из девочек, Вера. Она вот недавно выступала на Европе, то есть она тоже отобралась в сборную России, но только по возрасту маленькому. То есть смена растет? А все остальные, ну да, все остальные это в зале мальчики. Сложно ли найти человека для спарринга, допустим, вот тебе? Или тебе не важно, кто с тобой вместе стоит? Ну, мне не важно. А тому, кто с тобой стоит? А тому, кто с тобой стоит, знает, что у тебя есть золотая медаль. Я поняла. Спасибо вам большое. Вы большие молодцы все. И от нас передайте, пожалуйста, привет остальным ребятам. И, Настя, мы тебя еще раз поздравляем. И, конечно, желаем тебе удачи на следующих соревнованиях. Чтобы не приходилось в жизни применять те навыки, которые у тебя есть. Ну, я думаю, все будет хорошо у тебя. И самое главное, я хочу, конечно, пожелать всем ребятам, чтобы у них было впереди хорошее, красивое, спортивное будущее. Спасибо вам большое.